Приветствую вас на своем канале. Сегодня я вам хочу показать, как связать вот такой вот несложный узорчик, состоящий из квадратиков платочной вязки и вытянутых столбиков лицевой глади. Вяжется такой узор очень легко, быстро и просто. Справится даже начинающий. Рапорт узора составляет 7 петель. Я набрала для образца 3 рапорта, то есть 21 петельку и 2 кромочные. Итак, первый ряд. Кромочную снимаем, затем вяжем изнаночную, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И снова провязываем изнаночную. Это один рапорт узора. Затем снова провязываем изнаночную. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И снова изнаночная. Это второй рапорт. Затем снова изнаночная. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Изнаночная. Это третий. И кромочная изнаночная. Вот мы провязали первый ряд. Второй ряд провязываем следующим образом. Первая изнаночная, которая у нас была, провязываем ее изнаночной. Затем у нас 5 петелек изнаночные идут. Мы их провязываем изнаночными. 2, 3, 4, 5. Затем снова у нас было 2 изнаночные. То есть из конец рапорта и начала рапорта мы их провязываем изнаночными. В общем, все петельки провязываем изнаночными. Красиво. Которые пролаживают нашу лицевую гладь. Итак, второй ряд. Провязываем все петли изнаночные. Кромочную провязываем, также изнаночную. Третий ряд. Снова провязываем кромочную, снимаем. Вторую провязываем изнаночную. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Снова изнаночная. То есть повторяем, как и первый ряд, третий. Снова изнаночная, 5 лицевых, изнаночная. 1, 2, 3, 4, 5. Изнаночная. И снова третий раз, третий рапорт. Изнаночная, 5 лицевых и изнаночная. 3, 4, 5. Провязываем снова изнаночная, кромочная, изнаночная. И четвертый ряд. Провязываем как второй. Все петельки изнаночные. Пятый ряд. Кромочную снимаем. Далее провязываем 1 лицевая и 5 следующих изнаночных. 2, 3, 4, 5. И снова лицевая одна. Это 1 рапорт. Затем лицевая, 5 изнаночных, лицевая. Это второй рапорт. Провязываем. И снова лицевая, 5 изнаночных, лицевая. Третий рапорт. 1, 2, 3, 4, 5. Лицевая и кромочная, изнаночная. Изнаночный ряд провязываем так. Кромочная, изнаночная. Затем все петельки провязываем изнаночными. И все последующие четные ряды, я не буду проговаривать, провязываем изнаночными. Так как рисунок формируется с лицевой стороны. Седьмой ряд. Кромочную снимаем. Затем идет у нас лицевая, 5 изнаночных и лицевая. 3, 4, 5 изнаночных, лицевая. Первый рапорт. Снова лицевая, 5 изнаночных, лицевая. Второй рапорт провязываем. Пятая изнаночная, лицевая. Снова лицевая, 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. И лицевая, кромочная, изнаночная. Девятый ряд. Снова кромочную снимаем. Лицевая. Где 5 изнаночных провязывали, так и провязываем 5 изнаночных. И снова заканчиваем рапорт лицевой. Второй рапорт. Начинаем лицевой, 5 изнаночных. Все без изменения, как вы видите. И снова заканчиваем рапорт лицевой. Начинаем лицевой, 5 изнаночных. Заканчиваем лицевой. И так снова провязали очередной ряд. Лицевой. Одиннадцатый ряд. Вяжем снова по рисунку кромочную. Снимаем лицевая, 5 изнаночных. 2, 3, 4, 5. И лицевая. Один рапорт. Снова лицевая, 5 изнаночных. 2, 3, 4, 5. Лицевая. Второй рапорт провязали. И третий рапорт. Начинаем с лицевой, 5 изнаночных. И заканчиваем снова лицевой. Кромочная провязываем изнаночные. И так довязываем 12 изнаночный ряд. Он последний в рапорте. Тринадцатый ряд провязываем как первый. Кромочную снимаем и повторяем все с самого начала. Изнаночная, вторая. Теперь провязываем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И заканчиваем изнаночной. Снова начинаем изнаночная. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Заканчиваем изнаночной. И третий рапорт. Изнаночная. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Изнаночная. И изнаночная. Кромочная. Также провязываем изнаночной. И следующие четные ряды провязываем снова. Все петельки изнаночные. И третий ряд продолжаем по рисунку. То есть провязываем первый ряд и третий ряд одинаково. Затем, начиная с пятого по одиннадцатый ряд, провязываем вот эту часть. То есть первый, второй, третий, четвертый ряд – вот она часть. И начиная с пятого ряда по одиннадцатый – вот эта часть. То есть все повторяете с самого начала. Как вы видите, ничего сложного нет абсолютно. И узорчик вот получается такой вот как интересное, такое сказать, как вот вафельное полотенечко. Но на самом деле вот этим узорчиком очень красиво смотрится на кофточках для мальчика. То есть такой он в принципе является односторонним. То есть изнаночная сторона, как вы видите, тоже получается теневой красивый рисунок. Если вам эта сторона нравится больше, провязывайте вот эту сторону на лицо. Если же лицевая часть нравится больше, то провязывайте вот эту. В принципе, как вы видите, здесь получается вместо лицевой глади изнаночная гладь, а с лицевой стороны лицевая гладь. В общем, я надеюсь, что вам в принципе все осталось понятно и узорчик понравился. Всем спасибо за внимание, ровных петель к вам. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!